Здравствуйте! Вы смотрите новости валютного рынка, предоставленные для вас компанией Инстафорекс. С вами я, Екатерина Недачина. Британский фунт продолжает сохранять свои максимальные значения на валютном рынке после публикации позитивных данных от исследовательской организации Market Economics. Но помимо данных о росте деловой активности, предостаточно поводов к повышению спроса на британский фунт. В течение торговой сессии во вторник в паре с американским долларом фунт стерлингов находился во флетовом движении в диапазоне от 1,53 доллара до 1,53 доллара США. Вчера позитивные изменения в экономике Великобритании подтвердились ростом объемов розничных продаж в июле. Эксперты розничной торговли отметили, что таких сильных данных для этого месяца не было с 2006 года. Годовой показатель после июньского роста в 2,9% ускорился до 3,9%. Такие впечатляющие данные дают основания ожидать ускорения темпов роста британской экономики. Напомним, во втором квартале по предварительным подсчетам значение валового внутреннего продукта Соединенного Королевства поднялось на 0,6%. Дополнительным основанием к ожиданию больших значений прироста ВВП стал и подъем промышленного производства. Согласно предоставленной вчера информации, в июне промышленности нарастило 1,1% производства, что вытолкнуло годовой показатель из отрицательной зоны к значению в 1,2%. Аналитики ожидали 0,7% месячного и 0,8% годового роста. Это первый зафиксированный рост в британской промышленности после стагнации, продолжавшейся три месяца подряд. Такие данные станут вполне благоприятным фоном к сегодняшнему заседанию Банка Англии во главе с Марком Карни, где будут пересмотрены экономические прогнозы. Будьте в курсе новостей вместе с компанией Инстафорекс.